Здравствуйте, с вами снова Хитсад ТВ. Сегодня я свой видеообзор посвящаю хвойникам. И не просто хвойникам, а именно коварному заболеванию, которое присущим хвойникам и распространяется достаточно быстро. Это называется ржавчина заболевания. Хочу обратить ваше внимание, вот здесь у меня яркая вспышка болезни. Вообще свои все хвойники весной я, конечно же, обрабатываю. Но именно вот в этом году, когда было большое количество осадков, холодные ночи, холодный старт, вероятно всего, что хвойники, особенно пихтовые, в этом году были подвешены вот таким резким вспышкам ржавчины. Заболевание распространяется достаточно быстро. То есть буквально за несколько недель я увидела, что у меня, то есть внутри, хвоя начала быстро превращаться вот такой рыжий оттенок. И, в общем-то, достаточно быстро прогрессивно. То есть веточки каждый день начали просто больше и больше хвоинок превращаться в такой вот рыжий оттенок. Не пропустите это коварное заболевание. Оно очень сильно портит и внешний вид, и, конечно же, растение от этого тоже очень сильно страдает. Что для этого нужно сделать? Во-первых, вы должны незамедлительно обработать свои хвойники бордовской жидкостью, оксихомом, хомом, то есть любым препаратом, медисодержащим. Разводите по инструкции и пробрызгивайте хорошо, включая и ствол. И даже внизу не забывайте, при вот корневую зону ствола тоже обрабатываем вот этим препаратом. Причем я могу сказать, что обработки нужно сделать неоднократно, а с интервалом в 10-14 дней повторить дважды или даже трижды. Ну и, конечно же, весенняя обработка. На этом мы остановимся, когда будет весна. Я вам обязательно хочу отметить, что весенняя обработка медисодержащими препаратами это обязательно. Я хочу показать вам, вот после двухкратных обработок болезнь начинает отступать, и вот, посмотрите, начинают появляться уже новые веточки. То есть буквально вот двух обработок фактически уже хватило для того, чтобы болезнь уже остановилась, и уже вот пихточка начинает озеленяться. Ну, для профилактики я еще и третий раз, конечно, проведу обработку. Могу сказать, что препараты эффективно очень справились. Вот даже внутри видно, вот видите, уже начинают появляться новые побеги, новые зеленые иголочки. И здесь вот тоже вот видно, вот. Смесь, в которую вы будете разводить медисодержащие препараты, можно добавить препараты, которые борются с паутинным клещиком. Причем, вы знаете, вот на хвойниках его тяжело увидеть, особенно если еще незначительные поражения, то, в общем-то, тяжело увидеть. Когда, конечно же, поражение большое, то уже видно будет паутину между хвоинками. А когда его не видит маленькое поражение, то фактически заметить невозможно. Поэтому я бы советовала вам вместе с этим препаратом использовать любые препараты, которые борются с паутинным клещом. Мне очень нравится, как работает фуфанон нова. Можно, конечно, окарин, фитоверм. То есть это фитопрепараты, которые не наносят особого вреда ни человеку, ни естественно, конечно, растения. Но паутинных клещей они убивают. Обработка от клещей, конечно, тоже лучше проводить дважды, особенно если вы используете фитопрепараты. Это вот все на сегодняшний день, что я вам на что хотела обратить ваше внимание, потому что, конечно, в заботах, хлопотах мы иногда просто можем пропустить это коварнейшее заболевание. Так что подойдите к своим хвойникам, внимательно на них посмотрите. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. И всем пока!